Всем привет на канале Old Dutchman. Сегодня мы с вами продолжаем тему, начатую мной ранее, об официальном визите президента Украины Владимира Зеленского в Евросоюз. Скажу сразу в начале, мне почему-то до сих пор непонятно, с какой стати украинские масс-медиа начали называть все вот эти выезды президента Зеленского на запад или в Америку турне Владимира Зеленского. Они наверное забыли о том, что этот президент уже давным-давно не комик и не артист. Он пытается делать свои шаги в политике. Где-то может быть криво, где-то может быть достойно, но в любом случае то, что он делает такие поездки, турне это назвать невозможно. Турне это поездка рок-звезды или какой-то популярной личности, которая собирает деньги в свой карман для того, чтобы поднять свою популярность среди населения еще выше. То же, что делает Зеленский или другие главы государств, называется или дружественным визитом, или официальным визитом главы государства в соседнее государство. Но никак не турне. Ну так вот, в ходе официального визита Владимира Зеленского в Берлин обсуждались два насущных вопроса, выставленные Зеленским в сторону Олафа Шольца, а также на военной базе Рамштайн эти вопросы затрагивались вновь. Так вот, о чем говорил Зеленский с Олафом Шольцем? Мне один как-то блогер, начиная все свои видео, говорит, мне позвонил Олаф Шольц и спросил, что делать. Или мне позвонил Роберт Хаббик и попросил совета как у экономиста. Я вам такого говорить, конечно, не собираюсь, потому что это полнейший бред. Я вам говорю то, что происходит на самом деле. Так вот, цель официального визита Зеленского уже была озвучена. Принятие Украины в блок НАТО по ускоренному варианту, если не в ЕС, так хотя бы в блок НАТО. И разрешение на полное безоговорочное применение крылатых ракет Украиной против России. Напомню вам, что пару недель назад нынешний президент Соединенных Штатов Джо Байден дал Украине разрешение на применение крылатых ракет против России в зоне боевых действий. Обратите внимание именно на этот пункт. Но Зеленский требует до сих пор, чтобы ему разрешили применять эти ракеты по территории России в глубине от 300 до 500 километров от линии фронта. Объясняя это тем, что именно там находятся склады вооружений, боевой техники, которая отправляется ежедневно на линию фронта для того, чтобы уничтожить Украину. В этом отношении, в этом вопросе Олаф Шольц, как и ранее, с ракетами Таурус дал жесткий ответ Зеленскому, значащий отрицание. То есть он в который раз предложил Зеленскому эту тему более не затрагивать. У него есть разрешение на применение крылатых ракет в зоне боевых действий. Все точка. Украина должна быть неделимой. Украина должна остаться целостным государством. Но она не должна поступать точно так же по-зверски, как это делает Владимир Путин со своей армией, ворвавшись на территорию соседнего государства и уничтожая день за днем, деревню за деревней, город за городом. Зеленскому это, конечно же, не понравилось, но что он может сделать? Ему и так Запад подает постоянное вооружение, технику. Франция в лице Макрона пообещала до конца этого года поставить ему 12 тяжелых самоходных установок «Цезарь». 12 самоходных тяжелых установок – это годовой, скажем так, поток французской военной промышленности. По-моему, они делают 12 или 18 штук в год всего-навсего. Украина же, как я вам уже в одном видео говорил, где я посещал форум будущего, посвященный и Украине, и развитию внешней политики Германии, внешней экономики. Было это, по-моему, в сентябре месяце на встрече с политиками, с депутатами Бундестага. Этот вопрос тоже застрагивался. И поэтому я вам тогда еще сказал, что, увы, эти ракеты, если и будут применяться, то только с разрешения высоких глав государств и по настоятельному убеждению этих государств о том, что эти ракеты имеют право быть использованы только в зоне боевых действий. Естественно, Зеленскому это не нравится, потому что он в данном случае, увы, но слабая сторона, которая всячески пытается притянуть на свою сторону, на свой фронт более сильных союзников, более сильных и мощных партнеров, которые смогут сдержать натиск России по всем фронтам на границе Украины. Идем далее. Также Зеленский затребовал, именно затребовал, не выступил с предложением, об ускоренном принятии Украины в военный альянс НАТО. Тут уже ему сразу ответили, что до тех пор, пока на Украине идет военный конфликт между Украиной и Россией, ни о каком ни ускоренном, ни замедленном приеме Украины в блок НАТО речи быть не может. Почему? Потому что, когда на одну из стран НАТО нападает соседнее государство, альянс отправляет туда технику и личный состав. То есть, получается, что он вступает в боевые действия против той страны, которая напала на одного из членов этого блока. Зеленский получает вооружение, Зеленский получает финансовую помощь. Многие средства действительно идут на борьбу с агрессором, с Россией, на линии фронта. Что-то пропадает, что-то уходит вообще в небытие. Но личный состав, если он и вступит на территорию Украины, чтобы принимать активное участие в боевых действиях против российской армии, потянет за собой по цепочке действительно развязывание более мощного и глобального конфликта, чем есть на сегодняшний день на территории европейского континента. Тем более, что опасение Украины в том, что если к власти придет Дональд Трамп и станет президентом в Соединенных Штатах, то, по словам самого Дональда Трампа, хоть у него и есть некоторые недомолвки с Владимиром Путиным, война на Украине прекратится в течение суток. Что подразумевается под этим высказанием Дональда Трампа, который верит в свою победу на выборах на пост президента США? Оказывается, Дональд Трамп недоволен тем, да и весь Конгресс США недоволен тем, какие огромнейшие суммы денег вкладываются вот уже третий год подряд в Украину, в военную помощь, в финансово-экономическую помощь. Результатов пока что никаких. Они не ожидали того, что на сторону России станет этот террористический Иран, на сторону России станет Северная Корея, которая готова за мешок риса пройти от Дальнего Востока все до Португалии, чтобы только дали нормально покушать. Конгресс не рассчитывал на то, что Китай так спокойно, рассудительно по-восточному будет придерживаться с одной стороны нейтралитета, с другой стороны за определенную сумму денег будет поставлять России тяжелую артиллерию, которую когда-то Советский Союз продавал Китаю. Вот вам и ответ на то, откуда берутся средства у России для того, чтобы постоянно вести ожесточенные бои на территории Украины. Теперь по поводу того, как действительно воюют украинские солдаты. Я вам уже неоднократно говорил о том, что пока они теряют один танк «Леопард» или второй танк «Леопард», восстановление этого танка длится несколько месяцев. Все сводится к тому, что центры по ремонту этих тяжелых танков находятся не на территории Украины, а находятся в других государствах. И для того, чтобы эти танки отремонтировать, их сначала нужно погрузить на эшелоны, вывести в те государства, провести полную инспекцию, заказать недостающие запасные части, детали, провести ремонт, и потом можно их возвращать обратно на боевую линию. К сожалению, такое длится очень и очень долго по времени. Украина же сегодня уже, не буду говорить в каком городе, производит тяжелую самоходную артиллерию до 20 штук в месяц. То есть она получает не вооружение, она получает комплектующие, что-то производит сама, что-то получает от партнеров по вот этой вот войне, собирает, монтирует и тут же отправляет на фронт. По сравнению с Францией, которая производит в год от 12 до 18 цезарей 20 тяжелых самоходных установок того же калибра, того же класса, что и французский цезарь, в месяц это действительно ощутимый результат. Но тем не менее, почему же Украина терпит такие поражения по всем фронтам? Потому что западные партнеры постепенно начинают отказываться от интенсивной помощи, от интенсивной поддержки Украины в этой войне. Особенно политики из СПД, которые утверждали в первый год начала боевых действий, что если вдруг Украина проиграет, то вся наша, политики от СПД в Германии говорили, то вся наша программа по внедрению электромоторов в автоиндустрию пойдет крахом. Почему? Потому что на Украине, оказывается, находится самое огромное содержание никелевых руд по всей Европе. Никель используется как один из основных элементов в производстве батарей для электрокаров. Одна из причин того, почему началась война и почему первый год так усиленно западные политики, особенно немецкие, поддерживали Украину. Особенно зеленая партия, которые на каждом углу и в каждом заседании Бундестага кричали, если мы дадим Украине больше оружия, то она придет быстрее к миру. Особенно кричал об этом Антон Хоффрайтер. Его так и назвали «бульдог от Бундестага». Потому что все, что говорится, вернее, как англичане говорят, когда собачка гавкает, то это получается «ваф-ваф», то по-немецки оружие – это «ваффен». И почти каждая речь Антона Хоффрайтера сводилась к одному «мер-ваффен-ваффен-ваффен-ваффен». Вот его и прозвали «бульдогом от Бундестага». К сожалению, Антон Хоффрайтер не смог достичь своей цели в поставках намного больших партий вооружения Украине. Так же, как и на Лена Бербок, которая очень часто любит посещать Украину. Сейчас уже неофициально. Тогда она каждый свой визит афишировала абсолютно по всему миру, что вот она единственный министр иностранных дел Европы, который очень часто посещает Украину и заботится проблемами бедного украинского государства. Зеленскому, конечно же, не понравился исход встречи не только с Олафом Шольцем, но и с функционерами от Альянса НАТО. Он рассчитывал на то, что если бы Урсула фон дер Ляйен, которая до сих пор находится у поста председателя Еврокомиссии, смогла на них надавить, то его бы, вернее Украину, приняли бы быстрее хотя бы в блок НАТО, уж если не говорить о вступлении в ЕС. Ведь когда Украина подписала кандидатские договора на членство в ЕС, буквально спустя полгода абсолютно весь аппарат Зеленского начал говорить о том, что мы выполнили все семь главных пунктов этого договора, быстренько до конца года принимайте нас в ЕС, а потом посылайте нам своих военных, потому что не только же наши солдаты должны умирать за Украину, ваши тоже должны положить свои жизни за нашу страну. Вот эти слова со стороны президента Зеленского и его аппарата почему-то быстренько протрезвили мозги европейских политиков, и они сказали, стоп, о каком быстром приеме Украины в Евросоюз может идти речь, если в наш адрес звучат такие высказывания со стороны администрации президента Украины. Урсула фон дер Ляйен несколько раз после того посещала Украину и говорила, что Украина действительно находится на пути достижения своей цели и вступления в Евросоюз. Однако спустя год после того, когда они подписали договора о кандидатской на вступление в ЕС, по всем телеканалам в Германии начали говорить открыто, что Украина самая коррумпированная страна Европы. Сколько бы денег в эту страну не вкладывали, как бы и европейские политики не требовали от президента Зеленского поменять весь свой аппарат, кабинет министров, начать борьбу с коррупцией, он только говорит, что они это делают, он только меняет одного-двух политиков, на место этих политиков приходят еще более жадные коррупционеры, в основной массе своей это ничего не меняет. Так говорили по новостям в течение нескольких месяцев. После того, когда неевропейские политики протерзвели от высказываний аппарата президента Зеленского, что не только украинцы должны умирать, но и европейцы должны умирать. Многим военным, тем более это не понравилось, такие высказывания, они, увы, не пропускают мимо своих ушей, они делают выводы, и, ну и, соответственно, почему они отказывают в некоторых поставках тяжелых единиц вооружения, потому что они прекрасно знают, что такие единицы вооружения, как, допустим, ну, скажем так, новейшая модель танка «Леопард», я, у меня, у меня есть документы, ну, специальная литература тяжелой техники Германии, и это действительно новейшая модель танка «Леопард», она превосходит на порядок своих предшественников не только старый «Леопард 2», но и 2.А и так далее. Это действительно мощная, мощная, очень мощная техника, я стоял рядом с этим танком, я наблюдал его воочию, я лазил по этому танку везде, где только можно было, и во все щели, во все дыры этого танка смотрел, и, естественно, мне интересно было узнать, какие же отличия у этого танка перед его предшественниками. Поэтому, чтобы произвести такой танк, о котором я говорю сейчас, нужно очень и очень много денег. Естественно, когда президент Зеленский узнает о том, что Германия производит более модернизированную боевую машину, способную на своих топливных баках общим объемом в полторы тонны пролететь на маршевой скорости 80 км в час, примерно около 400 км, он, конечно же, сказал, да, нам бы хотелось иметь и такие танки. Но, тем более, такие танки, если они попадут на территорию Украины, то в этом случае основные силы ударные будут направлены на то, чтобы изъять у Украины эти танки, чтобы разобрать их по частям и в России создать точно такой же танк, перекрасив его в другой цвет и сказав, что это наша новая армата. То есть, леопард в новом обличье. Вот такие вот дела. Поэтому, когда Зеленскому высказали нет по поводу скорейшего вступления в НАТО, когда Зеленскому высказали нет на его требование применять крылатые ракеты против России на территории России, а не в зоне боевых действий. Немножечко, как пишет газета Бильд, пыл президента Украины Зеленского остыл. Далее он встречается с Мануэлем Макроном, который уже до официального визита президента Зеленского в Европу пообещал прислать до конца этого года 12 тяжелых артиллерийских установок самоходных Цезарь. Поехал для того, чтобы подписать официальные документы. Ведь не просто ж так такие машины отправляются. Не за спасибо даром, да? Тут нужно подписывать официальные документы. С кем он встретился еще? Он встречался со многими политиками, в том числе и с премьер-министром Британии. Ну, Борис Джонсон, он ушел у нас уже на второй план. Это ведь с его подачи Украина тогда получила дживелины, и Борис Джонсон сказал, что благодаря этому современнейшему противотанковому оружию мы способны победить Россию в считанные дни. еще один фюрер, который считал, что Блицкрик можно выиграть в течение трех суток. Один уже был, кончил с собой. Второй понял через три года, что блин, оказывается, украинцы не такие уж и братья. Я имею в виду Путина, который рассчитывал тоже в течение трех дней пройтись парадом по Хрещатику. Облом, блин, облом. Да, конечно, это уже не политический мастер, это уже треп. Но, тем не менее, таких политиков, которые утверждают, что они могут победить страну и в течение трех суток уже идти парадом по главной площади страны, достаточно много в мире. Но они не учитывают другого. Помимо финансов, помимо военной помощи, есть еще человеческий ресурс. И этот человеческий ресурс, независимо от того, смотрят на него косо или криво или как-нибудь еще доброжелательно, имеет свою голову на плечах и будет бороться за свою страну. Конечно же, как говорят немецкие средства массовой информации, очень многие украинцы, живущие сегодня в Украине, устали от этой войны. Тем более, что сейчас у них предстоит очень суровая и тяжелая зима. Практически вся инфраструктура Украины разгромлена в ноль. Государство поднимает налоговые ставки у простого населения для того, чтобы с этих налогов как-то заполнить брешь в военно-промышленном комплексе, чтобы хоть откуда-то брать деньги на покупку вооружения. Вооружение, обмундирование, ну и, естественно, где-нибудь брать человеческий ресурс. Если вы не знали, то сейчас вот эти вот господа из ТЦК, которые за каждого пойманного добровольца в кавычках и отправленного на фронт получают 8 тысяч гривен, сейчас начали шерстить в Киеве все ночные клубы. То есть, получается, да, это звучит действительно абсурдно. В стране идет вроде бы война, а в столице страны ночная жизнь кипит и бурлит. Дискоклубы, где льется алкоголь, где внюхивают в себя кокаин, глотают экстази или еще что-то, танцуют, веселятся от пуза. Театр абсурда. Ну и все, ну на самом деле это театр абсурда. Так вот, хоть одна здравая мысль у этих господ из ТЦК появилась в голове. Не на улицах хватать тех людей, которые пытаются хоть как-то с одного куска на другой перебиться, чтобы выжить в этой бойне, в этой войне. А хватать по ночам вот этих дебоширов и гуляк по ночным клубам. Вот кто у нас патриот. Вот этих вот и отправляйте на фронт. Пусть они докажут своим реальным поведением на фронте свой патриотизм. А не криками Украина по надусе здесь где-то в Европе и размахивая своими флажками. Я ни в коем случае не разжигаю межнациональную рознь. Я не расист, я не расист, я не кремлебот. Но от фактов, которые просто вопиюще выглядят и бросаются в глаза, никуда не отвернешься. Отвернешься в левую сторону, там ночной танцевальный клуб. Отвернешься в правую сторону, там стрип-бар, там еще что-то, отвернешься назад, а там остается дискотека до утра с рейв-музыкой. Ну как же так, ведь в стране идет война? Да, действительно, Зеленскому досталась веселая страна. Благодаря своему президентскому аппарату он эту страну вверг в сумасшедший каос. Напомню, если кто из вас забыл, четыре с лишним года назад на предвыборной кампании Зеленский открыто заявлял его фраза «Как только он станет президентом Украины, он в течение двух недель остановит войну на Донбассе и в стране наступит мир». Ну, как-то я уже в одной из социальных сетей написал, что время это величина иллюзорная и зависит только от условий проживания на планете, от скорости вращения планеты по орбите и вокруг своей оси. Может быть, планета Зеленского крутится по другой орбите и у нее другая ось, поэтому две недели, обещанные Зеленским четыре с половиной года назад, по его понятиям все еще не прошли? В любом случае, западные политики уже не надеются на то, что Украина выиграет эту войну. многие просто закрывают глаза, когда слышат тему Украины. Это все, что я хотел вам сегодня сказать. Не забудьте адекватно среагировать абсолютно на все, что я вам сказал, не переходить в оскорбление или в какую-либо другую полемику. Если дискутируете, пожалуйста, держитесь в рамках приличия. Также не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями. Естественно, кто желает поддержать наш канал финансово, можно или суперлайк, или суперспасибо, а также в описании к каждому видео идут ссылки на ресурсы с донатами. Любой финансовой помощи мы будем рады, потому что все эти деньги направляются на развитие канала. Ну что ж, всем удачи, не болейте, пока. Субтитры сделал DimaTorzok